МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ACVC, время программы «Экономика дня». В студии для вас работает Хайл Мамедова. Здравствуйте. Министр экономического развития России Максим Орешкин совершит визит в Азербайджан 8 февраля. Министр экономики России приедет через Дагестан. Планируется проведение встреч как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Повестка дня ожидается очень насыщенной. Сегодня мы будем говорить об экономическом взаимодействии Азербайджана и России. Компетентными гостями по теме дня выступает Фуад Ализаде, экономический обозреватель информационного портала «Спутник Азербайджан». Здравствуйте, господин Ализаде. Здравствуйте. Еще раз спасибо, что пришли. И Муслим Ибрагимов, доктор экономических наук, профессор, а также заведующий кафедрой экономики русской экономической школы ЮНЕК. Спасибо вам также большое за то, что пришли сегодня в нашу студию. Как вы считаете, с чем едет в Баку министр экономического развития России Максим Орешкин, учитывая, что стороны в прошлом году перезагрузили экономические отношения? Прежде всего нужно сказать, что основой таких систематических периодических встреч сегодня между главами экономических структур России и Азербайджана является совместное заявление президентов России и Азербайджана, которое произошло в Сочи, когда господин президент был в Сочи и встретился с президентом России. И там, в общем-то, как раз таки было выявлено определенное направление для экономических отношений между двумя странами. Но последующее действие, конечно же, показало, что между Азербайджаном и Россией есть очень много, очень много пересекающих таких вот интересов именно в различных направлениях. На сегодняшний день можно сказать о том, что продолжение вот этих вот отношений связано с тем, что идут, конечно же, очень активные переговоры по транспортно-энергетическому магистрали Север-Юг. Конечно же, это все-таки разработка очень планомерной, скажем так, программы взаимодействия регионов Азербайджана и России. Мы знаем, что на сегодняшний день Азербайджан взаимодействует с 80 регионами России. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что сегодня азербайджанская продукция и экономические интересы, они расширились. И, в принципе, говорит о том, что сегодня требуется, конечно же, строить такую вот инфраструктуру, имеется в виду институциональную инфраструктуру с точки зрения нормативно-правовых механизмов, которые, в принципе, могли бы быть унифицированы между двумя странами. И, конечно же, один из самых важных вопросов, в принципе, они все между собой взаимосвязаны. Это энергетическая взаимопомощь между Азербайджаном и Россией, это электричество, энергетическая энергетика, которая, в принципе, может быть использована как со стороны Азербайджана. Да, мы с вами говорили как раз в студии телеканала CBC по поводу создания энергетических таких мостов в трехстороннем форматах. Да, и, в принципе, это является очень важным фундаментом, поскольку именно энергетические, вот как вы сказали, мосты являются, в принципе, главной подоплекой для расширения экономической связи в сторону повышения инвестиций и, скажем так, повышения товарооборота. На сегодняшний день, в принципе, поставлена задача повысить товарооборот между двумя странами до 10 миллиардов. До 10 миллиардов, да. Довольно-таки это очень важно. И заявлено было как раз министром экономического развития России в декабре 2017 года. Абсолютно верно, да. Спасибо, господин Ибрагимов. Вот, господин Ализаде, вы слышали, что сказал ваш визави, ваш коллега практически, да. Вы как считаете, с чем едет министр экономического развития России Максим Орешкин в Баку 8 февраля? Ну, отмечу, что экономические связи между Азербайджаном и Россией последние годы растут, но потенциал еще остается высокий, потому что, если мы посмотрим даже те же статистики, по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, у нас по итогам прошлого года рост составил где-то на уровне 20%. Внешний торговый оборот, он достиг где-то 2,5 миллиардов долларов, но это, как видим, достаточно скромный результат, учитывая тот потенциал. У нас ближайшие есть планы по развитию совместного сотрудничества, но это тот же туристический сектор, то есть мы имеем возможности сотрудничества, активизации, открытия железнодорожного сообщения, то есть электрички, то есть чтобы именно с Дагестаном, чтобы более активно сотрудничать с близлежащим районом. Организация туристических, так скажем, прогулочных, так скажем, катеров между странами, это как раз, ну зима закончится уже, я думаю, весна будет, и уже пора людям понравиться. Прогулочный катер как раз строится. Кроме того, мы знаем, что во время встречи в Сочи были договоренности о том, что в скором времени у нас должен быть запущен автомобильный завод по выпуску «Газели», то есть совместная Азербайджана. Да, даже об этом они предварительно договорились еще в апреле, когда как раз Максим Орешкин приезжал в Баку. В текущем году уже должно начаться уже работать конкретно, это в Гаджи-Кабульском промышленном квартале это должно будет происходить. Кроме того, было отмечено железнодорожный международный транспорт-корридор север-юг, но я хочу отметить, что после того, как мы сдали маршрут Баку-Тбилиси-Карс, достаточно многие сибирские области уже начали использовать этот коридор, то есть грузы из сибирской областей по железной дороге идут в Турцию, оттуда везут лес, зерно, отсюда они через турецкие порты идут в страны Африки, дальнейшие страны и в Европу, то есть достаточно интересный маршрут. Как видим, достаточно широкий аспект вопросов, которые будут решаться. Я думаю, что, как вы знаете, недавно Газпром открыл свое представительство в Баку, это указывает на то, что еще возможны некоторые договоренности о нефтегазовом секторе. Азербайджан, как мы знаем, в прошлом году открыл несколько крупных предприятий, это Сакарпамид, Сакаркарбамид, вполне возможно, что азербайджанские бизнесмены будут договориться о поставках азербайджанской продукции в Россию, потому что если посмотреть товарооборот, то у нас достаточно отрицательный больше, около 1-2 миллиарда в пользу России, то есть мы больше импортируем российских товаров, чем экспортируем. Хотя здесь нужно отметить, что для нас Россия очень важный рынок для именно нефтяного сектора, то есть основным партнером Азербайджана по экспорту нефтяной продукции является Россия. Как видим, много точек соприкосновения и многие вопросы, которые требуют своего решения. Недавно, как вы знаете, была конференция по развитию регионов, где наши предприниматели говорили о том, что как бы еще ускорить продвижение азербайджанской овощи, фруктов, то есть кладовочной продукции на российский рынок, чтобы ускорить эти все таможенные и другие процедуры. То есть, как видим, есть вопросы, над которыми работать. И то, что министр экономического развития Аречка приезжает и Максим Аречка приезжает в Баку, показывает на то, что идет очень кропотливая и тщательная работа по реализации уже намеченных планов. Вот говоря о реализации намеченных планов, действительно, сегодня Азербайджан и Россия практически взаимодействуют во всех сферах экономики, да, и поставлена перед министерствами амбициозная задача достичь в торговом обороте, учитывая потенциал 10 миллиардов долларов. Россия является одним из главных внешнеторговых партнеров Азербайджана. Вот какие конкретные проекты сегодня лежат на столе переговоров, мы об этом уже сказали. Ну вот, реально, что сейчас необходимо сделать? Да, ну вот мы знаем о том, что на сегодняшний день идет постройка моста Самур, да, в принципе, опять же, мы все хорошо понимаем, что какой-то проект разрабатывается и начинается, как говорится, уже строительство. Пред, скажем так, проектный период имеется, да, рассчитывается его, скажем так, производственная мощность, да, грузопотоки. Понятное дело, что на сегодняшний день, в общем-то, рассматриваются не просто возможности, а планы повышения, скажем так, товарооборота и грузоперевозок между Азербайджаном и Россией. И, конечно же, здесь идет разговор о том, что, само собой, просто производство продукции, как с той и с другой стороны, как в той и другой стороне, оно не будет происходить без, скажем так, инвестиций. И поэтому, прежде всего, здесь идет разговор о том, что создание совместных предприятий, сегодня мы должны сказать, что достаточно больше 700 компаний, скажем так, имеющих капитал российского происхождения, сегодня функционируют в Азербайджане. Вот, в принципе, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что создание, прежде всего, транспортной инфраструктуры между странами, это, в принципе, приведет к тому, что снижаются транспортные издержки, как с той и с другой стороны, то есть, в принципе, здесь есть заинтересованность какая Азербайджан за счет транспортной инфраструктуры, снижения транспортных затрат, повышает свою конкурентоспособность на рынке, на российском рынке. То же самое, в принципе, заинтересована и российская сторона, то есть экспортируемые товары в Азербайджан также будут иметь более высокую, скажем так, конкурентоспособность по сравнению с другими странами-импортерами в Азербайджан. Здесь вот рассматриваются несколько возможностей — это построить, скажем так, производственно-бытовую цепочку России и Азербайджана, и поэтому, в общем-то, рассматриваются прежде всего отношения между регионами, мы понимаем то, что трансграничные регионы Азербайджана и России все-таки при всем том, что очень активная работа в Азербайджане проводится на основе программ социально-экономического развития, все-таки трансграничные регионы всегда с экономической точки зрения несколько, скажем так, отстают по причине того, что все-таки там в основном построена, скажем так, инфраструктура непроизводственного назначения. А сейчас вот как раз-таки здесь имеется именно в виду то, что какие, скажем так, производственные объекты могли бы существовать как с другой и с другой стороны, как с российской, так и с азербайджанской стороны, которые, в принципе, прежде всего приведет к повышению экономического развития трансграничных регионов и, соответственно, приведет, скажем так, вот как цепочка пойдет дальше и будет, в принципе, приводить к тому, что будут, конечно же, разрабатываться новые проекты. Говоря о том, что постройка газелей, да, то есть завод, который будет, в общем-то, производить газели, почему все-таки есть такой интерес? Прежде всего, нужно сказать о том, что, опять же, грузоперевозки и не только грузоперевозки, но и пассажирские перевозки, нужно сказать о том, что в течение прошлого года увеличился, там существенно повысился поток туристов из России. И, в принципе, и плюс ко всему, как Владимир сказал, это электрич, который будет работать, да, то есть железнодорожный путь, который будет работать от, скажем Дагестана, Дербент, Азербайджан, граница и дальше, в общем-то, продолжится путь. Какие еще? Вот фармацевтика есть, мы там строим совместное предприятие. Вот какие еще вот отрасли, да, направления экономики, где необходимо вот Азербайджану и России также совместно взаимодействовать и построить предприятие и выходить уже с этой продукции на третьи страны? Говоря, какие производства, вот российские, так скажем, в России, в первую очередь, я отметил то, что близлежащие регионы, да, то, что на Северном Кавказе, кроме того, есть достаточно интересные предложения, можно пройти, найти в сибирском регионе. То есть, как мы знаем, Россия богата лесом. Российские бизнесмены могут предложить для азербайджанцев, то есть, использовать, дать некоторые, так скажем, массивы для обработки, вырубки лесов. И мы знаем, что недавно, например, если не ошибаюсь, в Акстафизском или Казахском регионе открыта крупная мебельная фабрика. То есть, обеспечить, создать какое-то СП, чтобы там уже создавались, так скажем, фанеры, а уже здесь производилась уже сбоку мебельная продукция. Видите, например, в то же время, учитывая, как мы уже отмечали развитие аграрного секта, то есть, нужно создавать логистические базы в самих немного отдаленных, то есть, как я отмечал, в Чуменской, в других, в Красноярском крае, овощных баз, регионов, то есть, чтобы мы подвозили туда уже готовые продукции и там уже начинали реализовывать. То есть, много есть вариаций. Кроме того, участие в третьих странах, возможно, так скажем, создание, мы знаем, нефтегазовом секторе, то есть, создание работки по добыче нефти, их переработке, то есть, у Азербайджана есть или государственная нефтяная компания, есть соответствующие соглашения компании Роснефти по обмену активов, то есть, есть. Кроме того, российская нефть, как вы знаете, должна перерабатываться в Турции, то есть, мы уже построили там МПЗ, стар, современный завод, и там же будет перерабатываться не только азербайджанская нефть, там предусматривается и российская нефть, поставки российские. То есть, возможности, ну, знаете, скажем так, у России есть свои друзья, страны более близкие, у Азербайджана есть свои друзья. То есть, можно с ними, например, Азербайджан может активно помочь российским компаниям работать в Турции, в Иране, российские компании более, так скажем, на Балканах, там, Сербии, которые у них были в Венгрии. То есть, конечно, мы есть свои контакты, мы с Сербией тоже работаем, но все равно одно дело двоем, троем, так говорим, договориться вместе, совместно работать и уходить на рынки третьих стран. Одно дело одному работать. У каждой страны есть свои наработки, у каждого бизнеса свои преимущества. То есть, если объединить, то успех будет более, так скажем, успешно, то есть, больше можно получить прибыли, так от добавленной стоимости, то есть, у нас есть свое сырье, у России есть свое сырье, то есть, как-то их объединить, посмотреть, где можно перерабатывать в третьих странах. Ну, использование геоэкономического положения. В общем-то, соглашаясь с платной армией, хотел бы дополнить, что в самом деле. Ведь, смотрите, Россия, будучи большой страной, имеющий был большой, скажем так, высокий, скажем так, и потенциал с точки зрения экономики, с точки зрения, скажем так, его участия в мировоззрительных отношениях, имеет геоэкономическое пространство, где, в принципе, Россия старается оперировать и быть довольно-таки активным партнером. То есть, здесь имеется в виду, что, в принципе, Россия рассматривает Азербайджан в нескольких плоскостях. Первая плоскостя сама по себе, как Южно-Кавказский регион. Следующая, это, как вот сказали, Азербайджан и вместе с азербайджанским геоэкономическим нахождением. То есть, это уже ось, те самые оси, которые, в принципе, создаются, в основе которых, в принципе, и есть вот эта вот цепочка добавленной стоимости. Следующий мы можем сказать, как Азербайджан, это Черноморская, скажем так, регион, Каспийская регион и так далее. То есть, в принципе, Азербайджан, отношения с Турцией, Азербайджан, отношения с Ираном и так далее, все это, в принципе, имеет определенные, скажем так, соприкосновения, экономические соприкосновения и интересы. То есть, в принципе, на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что между Азербайджаном и Россией, именно в этой сфере, в сфере экономического сотрудничества, с точки зрения геоэкономической структуризации, нет никаких антагонизмов. То есть, выход на третий стран. Абсолютно верно. Мы часто говорим о цепочках. Это глобальные цепочки, которые состоят из региональных цепочек. И Россия активно использует глобальные цепочки. Есть достаточно круг вопросов, которые требуют своего утверждения, конкретизации. Как мы будем участвовать, в каком уровне, на каком статусе. На сегодняшний день, имея в виду систематизацию этих отношений, нужно говорить о том, что Россия рассматривает Азербайджан как полноправный партнер на всех тех геоэкономических пространствах, которые я озвучил. Ну вот резюмируя все вышесказанное, господин Релизаде, что вы можете сказать в завершении нашей передачи по поводу Азербайджана и России. Да, мы с вами все сошлись во мнении, что сегодня практически одно из перспективных направлений. Направление, на которое делают акцент обе страны, это создание предприятий именно в сфере переработки. Совместных предприятий, то есть готовой продукции, которую можно будет уже экспортировать на рынке третьих стран. Организовать производство, как было отмечено в настоящее время, несложно. Сейчас одна из сложнейших проблем – это реализовать товар. То есть, если мы посмотрим и у азербайджанского правительства, и у российского правительства, достаточно средств, чтобы организовывать производство. Поэтому переговоры идут так долго. Посмотрите, решение было принято на тех же «Газелях» в апреле прошлого года. В Сочи договорились участить, на межрегиональном форуме в конце сентября то же самое. И мы уже как бы решили, что все. Даже назвали сумму инвестиций 14 миллионов монатов. 14 миллионов монатов – это, скажем так, сборка. Открытая – это сборка. Потому что для крупного завода речь идет о почти 5 миллиард долларов. И, так скажем, это 700-800 миллионов. Ну, надо с чего-то начать. Ну, да, это первый шаг. То есть, первый шаг, и он будет направлен, в первую очередь, для утворения потребностей самого Азербайджана. И только незначительное количество может еще как-то, так скажем, для прощупывания рынков, ближайших рынков. Более, я отмечал, что у Азербайджана вот уже сам, скажем так, крупные заводы. Нам нужно еще эту продукцию пристраивать. Пристраивать нужно. Да, но... Но сейчас говорить о каком производстве в Азербайджане можно говорить с Россией совместно. Вот если говорить более конкретно. Я говорил, у России есть лес. То есть, мы можем как-то посмотреть вопросы... А если брать то, что есть у Азербайджана? У Азербайджана есть нефть, газ. Сейчас мы ее поставляем и на третьих рынках... Нефтехимическая продукция, автомобили, строение, формация. В ТК мы договорились с вами еще о туризм, еще переработка плодо-овочной продукции. Поговорить, я не знаю, насколько это будет сфере энергетики, мы говорили. Ну, вас поддерживает. В любом случае, все проекты, они должны носить все-таки взаимовыгодный характер. То есть, конечно же, Россия будет инвестировать именно в те проекты и производство той продукции, которой, в принципе, прежде всего, нуждается она сама. Нуждается она сама, считаю это метабельной. Это, в принципе, плодо-овочная продукция. Это именно та часть, которая, в общем-то, на сегодняшний день Азербайджан достаточно уже спозиционировался на рынке России. Туризм. Да, да, это туризм. То есть, вот эти сферы, которые, в общем-то, непосредственно связывают Россию и Азербайджан. И другие сферы, как уже было сказано, имеют непосредственно экспортный характер. То есть, производство, сборка тех же самых, скажем так, автомобилей, которые будут в Азербайджане, и последующий его экспорт в другие страны, которые, как мы уже сказали, имеют непосредственно, скажем так, геоэкономическое и торговое, географическое отношение, близость с Азербайджаном. Спасибо вам еще раз за участие. Я напомню, в эфире телеканала CBC было время программы «Экономика дня». Сегодня мы говорили о сотрудничестве, экономическом сотрудничестве Азербайджана и России в свете визита 8 февраля в Баку министра экономического развития России Максима Решкина. Компетентными гостями по теме дня выступили Муслим Ибрагимов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономика русско-экономической школы ЮНЕК, Фуат Ализаде, экономический обозреватель информационного портала «Спутник Азербайджан». Я прощаюсь с вами и с нашими телезрителями. Увидимся в эфире телеканала CBC. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин